Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Вторник, 4 апреля, и начнем, как всегда, с пары EURUSD, и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент по данной паре мы можем отметить. То снижение, которое началось 28 марта, на текущий момент данное коррекционное снижение также продолжается. Напомню, что важный среднесрочный уровень по данному инструменту находится в области поддержки по отметке 1.05. На текущий момент, пока пара снижается в данную область, мы можем говорить о коррекционном снижении с последующим выходом на дальнейшее укрепление пары EURUSD, то есть если этот выход произойдет выше отметки 1.05. На текущий момент уровни, которые у нас сформированы по часовому таймфрейму, это максимум, который был зафиксирован вчера по значению 1.06.80. Закрепление вышло этого уровня уже может нам дать старт на присоединение на покупку и движение с ближайшей целью в область 1.08.88. Пара британский фунт и американский доллар делала попытки начать восстановление, но сегодня уже мы видим уход ниже минимума вчерашней торговой сессии. И, соответственно, сейчас по паре британский фунт и американский доллар нисходящая коррекция все так же продолжается. Если рассматривать сделки на продажу, то ближайший уровень разворотный, то есть та точка, за которой мы можем установить стоп-лосс, находится на отметке 1.25.57. Напомню, что так же основное движение по британскому фунту на текущий момент остается восходящим. Если говорить о среднесрочном таймфрейме четырехчасовом, то здесь важная отметка находится в области 1.23.74. Уход ниже данного уровня поддержки может нам показать предпосылки на дальнейшее снижение в области 1.22 по паре британский фунт и американский доллар. Австралийский доллар, американский доллар после обновлений минимумов 31 марта мы видим продолжение нисходящего движения. Двигались вчера, обновили минимумы. Сегодня с открытия уже дошли до отметки 75.66, что в свою очередь нам говорит о том, что тенденция нисходящая краткосрочная по австралийскому доллару продолжается. Ближайший разворотный уровень находится на максимуме, который был зафиксирован вчера в момент открытия рынка, на второй час после открытия это 76.40. Если говорить о среднесрочных уровнях по данной паре, то коррекция в области 74.98 вполне ожидаема и выход уже на покупки вблизи данной отметки может послужить хорошей точкой для присоединения в сторону роста по австралийцу. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое движение в боковом диапазоне, который мы отмечали ранее. Верхняя граница 1.34.13, нижняя граница 1.32.91. Сегодня с утра торгуемся уже у локальных максимумов, но так как пока сохраняется боковое движение в рамках данного диапазона, мы можем говорить о коррекционном нисходящем движении по данной паре. Выход и обновление максимумов уже даст нам предпосылки на присоединение на покупку в сторону укрепления американского доллара в паре с канадским. Пара американский доллар и японская иена вчера вышла из коррекционного восходящего движения. Мы видели обновление минимума в области 111.22, что также может послужить возможностью для присоединения на продажу по данному инструменту. Ближайший уровень развороты находится на максимуме вчерашнего дня, а это 111.59. Напомню, до того, как день еще не был сформирован, ближайший разворотный уровень мы могли отметить на максимуме, который был в пятницу по значению 112.20. Сейчас мы его уже можем скорректировать, так как вчерашняя торговая сессия уже была закрыта. По индексу DAX вчера мы выделили подход к историческим максимумам. Практически вчера индекс DAX подошел к значению 12.387. Это тот уровень максимальный, который был 2 года назад. Также в апреле. И сейчас мы видим, что в краткосрочной перспективе индекс начинает корректироваться. Вчера уже были попытки проколоть минимум пятницы. Пока не закрепились за этим уровнем, но это вполне ожидаемо вблизи данных максимальных значений. Поэтому по индексу DAX мы можем увидеть коррекционное снижение и затем уже находить точки для присоединения на покупку. Поэтому если сейчас говорить о покупках, то они будут возможны и более интересны после обновления максимумов, если мы говорим о текущих уровнях, которые сейчас сформированы по индексу DAX. Золото вчера также обновило максимум пятницы, что в свою очередь нам говорит о продолжении восходящего движения по данному инструменту. Ближайший разворотный уровень находится на минимуме, который был зафиксирован вчера по значению 1244 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent сегодня с утра обновила минимум вчерашней торговой сессии. Соответственно, сейчас мы видим коррекционное нисходящее движение по данному инструменту. Поэтому если говорить о покупках, то пока здесь нужно взять паузу до следующего выхода из коррекции. Ну и по многочисленным просьбам индекс DAX мы также будем включать наш обзор. Соответственно, по индексу доллара в рамках дневного нисходящего движения мы можем отметить, что сейчас формируется формация именно нисходящего тренда по данному инструменту. И если мы рассмотрим краткосрочный уровень, краткосрочный таймфрейм, в том числе часовой, то по часовому таймфрейму сейчас идет тенденция коррекционная восходящая по данному инструменту. Поэтому интересно будет рассматривать продажи после обновления значимых уровней. На текущий момент значимый уровень, который мы можем отметить, находится на отметке 100.11 минимум, который был также зафиксирован на прошлой неделе в пятницу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, оставляйте ваши вопросы в комментариях, и мы обязательно их коснемся на наших следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok